Центральный азиатский регион не должен превращаться в арену геополитического противостояния. Казахстан готов поддерживать мирный курс Китая в отношении Центральной Азии. Такое заявление прозвучало в ходе выступления Касымжа Марта Тукаева на саммите в Сиане. Доказательством этому служит ряд соглашений, которые страны подписали по итогам саммита. Но и пока некоторая часть казахстанского общества вступает против укрепления отношений с Китаем, политологи и бизнес-сообщество говорит о другом. Мнение экспертов выслушал Жанат Турсынов. Саммит стал очередным подтверждением того, что Казахстан не будет сбавлять уровень политического диалога с Китаем, считают политологи. Более того, формат С5 плюс 1 позволит всем центрально-азиатским странам координировать свое экономическое и политическое положение в регионе. До этого Поднебесная выстраивала двусторонние отношения со странами по отдельности. По мнению политолога Ерсултана Жансиитова, саммит в первую очередь был направлен на расширение торгово-экономических отношений, о чем и говорят подписанные документы. При этом Китаю выгодно, чтобы центрально-азиатский регион был политически предсказуемым и стабильным. Сейчас Китай готов идти навстречу даже больше, чем сами страны Центральной Азии. Регион Центральной Азии для Китая сейчас стратегически важен, чтобы страны Центральной Азии не были, так скажем, в оппозиции к Китаю. Как минимум, Пекин бы хотел видеть эти страны нейтральными, но желательно дружественными. Китай остается прагматичным игроком и в первую очередь думает о практическо-экономическом сотрудничестве. Однако в казахстанском обществе вновь усилились антикитайские настроения на фоне подписанных соглашений. В частности, толчком для новой волны сенофобии стал документ о безвизии между двумя странами. Казахстанцы опасаются, что китайская эмиграция усилится и казахский этнос может потеряться. Безусловно, в Казахстан эмигрируют люди из Китая, но в основном это кандасы. По данным официальной статистики, за прошлый год из Поднебесной переехало 416 человек, из которых всего 4 этнических китайца. По мнению Жан Сиитова, антикитайские настроения вызваны недостатком информации и спекуляциями извне. Когда нет такой нормальной, достоверной информации, это рождает огромное поле для спекуляций. И под этим соусом можно продвигать что угодно. Потому что можно что угодно придумать и сказать, а на самом деле вас обманывают, там дело вот так и так. И для этого не нужно никаких доказательств, просто можно сыграть на эмоциях. В том, что сотрудничество с Китаем принесет только положительный результат, уверены и предприниматели, чей бизнес связан с Поднебесной. Учитывая барьеры, которые ввели во время пандемии и постковидные ограничения, введение без визы сыграет на руку не только бизнесменам, но и рядовым казахстанцам. Логистические компании будут меньше тратить на доставку продукции. Соответственно, и цена на товары в магазинах снизится. По мнению Оксаны Сорокиной, если правительство двух стран продолжит работу в сфере трансграничных перевозок, то цены и объемы товаров могут вернуться к допандемийному уровню. Если мы будем двигаться по тому же самому пути, то есть в без виз с Китаем, электронный документооборот, электронный обмен данными, то у нас очень много перспектив для роста. То есть нет никаких опасений, что у нас будут проблемы с Китаем, или сложно будет возить, или вообще после без визы китайцы все захватят рынок и будут здесь работать. Нет, это наоборот облегчит нам всем работу. Ну и, естественно, положительно скажется на конечной стоимости товара. Впрочем, документы, подписанные в Сиане, направлены не только на торгово-экономические отношения, но и расширяют взаимодействие в области науки и культуры. Эксперты отмечают, что отношения Казахстана и Китая находятся на особом партнерском уровне, в которых правительство учитывает все преимущества от сотрудничества.